Это дополнение того моего видеоролика, то есть если вы его не видели, то вы как бы зайдите и желательно всё это посмотреть. В том видеоролике я предположил примерно, кто может дудосить, и в общем-то эта самая шишка сказала, что всё, там Black Rush и пизда, мы сейчас будем её, всё-всё-всё прочее. Это всё выглядит очень подозрительно, очень странно, и тут, знаете ли, доверять какой-то из сторон, ну, максимально опрометчиво. На момент, когда выйдет данный видеоролик, вполне возможно, что они уже переехали на новое оборудование, и всё у них замечательно, круто, и вообще... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Совсем недавно, то ли день, то ли два, то ли три дня назад, у меня вышел видеоролик, где я рассказывал вам о том, как вот, ну, то есть, вот, было много всяких разных вещей, связанных с Black Rush, как они сначала поднимались по своей карьерной лестнице вверх онлайну, к высоким вот этим вот достижениям, к женщинам, к славе, к успеху и ко всему прочему, как они выпустили своё глобальное обновление, как у них поднялся онлайн, и потом, как их вдруг ни с того ни с сего начали дудосить, почему это произошло, кто это сделал и так далее. И вот этот видеоролик, это уже, знаете ли, дополнение того моего видеоролика, то есть, если вы его не видели, то вы как бы зайдите и желательно всё это посмотреть. В том видеоролике я предположил примерно, кто может дудосить Black Rush'у и, разумеется, кому это выгодно, кому это вообще надо, для чего всё это делается и многое-многое другое. И вот после моего видеоролика, вернее, даже до него, там, в 6 часов вечера, в 6 часов дня, в 6 часов вот этих вот всех прочих временных промежутков, временных рамок и всего-всего прочего, у Black Rush'а с Life Mobile'ом совместно вышло такое, знаете ли, интервью, в котором они рассказывали о том, там, что они делают, там, что они собираются делать. Ну, в общем-то, стандартное вот это вот самбовское интервью, абсолютно точно неинтересное, но там был один такой, знаете ли, вопрос, мол, на ваши проекты очень часто производятся дудос-атаки вообще, ну, кто это, где, ну, вот вы можете предположить, кто это делает? И на что, там, один из основателей, там, или скриптеров, или, в общем-то, каких-то влиятельных шишек в Black Rush'е сказал, что вот им недавно, там, поступило сообщение ВКонтакте от какого-то, там, тоже шишки с Сантроперру или Плей, и, в общем-то, эта самая шишка сказала, что всё, там, Black Rush'е пизда, мы сейчас будем её. А дудос никаких пруфов, там, знаете, особо не было. Потом Live Mobile через какое-то определённое время скидывает посты, где, там, переписка у этих, у всех разработчиков, у, там, скриптеров, мапперов, там, даже есть Альберт Миронов, вроде как, где, там, они всё это обсуждают, всё это делают, а делятся какими-то секретами и всё прочее. И там тоже они, как раз-таки, вроде как, обсуждали весь это. В общем, блядь, там такой этот программистский весь язык, что я нихуя, не какой-то реверс, блядь, то-сё. Я, я, я читаю, я думаю, блядь, чуваки, вы как эту залупу вообще сделали-то, вы чё делаете, нахуй, так, я вообще нихуя не понял, блядь, вы какие-то ебанутые, по-моему. Ну ладно, ладно, я всё это прочитал, типа, такой, а в комментариях тоже написали какое-то пояснение, блядь, я нихуя, вы можете на русском писать, сука, а нет, реверс там, блядь, достали IP, начали дудосить, блядь, ну это всё понятно. И потом, через какое-то определённое количество времени, чуваки с Сантропе начали, типа, тоже оправдываться, что нет, это не мы, что на самом деле, ну как-то обычно бывает то, что переписка была рофловая, всё это там вытащили из контекста, на самом деле было вот так, на самом деле было не так. Как вы там, мол, хотите скрывать какие-то вот эти вот все, знаете, или покровы, а на самом деле там мы, типа, нормальные у нас, всё вообще нормально и всё такое. Ну, разумеется, а чего ещё можно было ждать от каких-то вот этих руководителей Сантропе, что они, типа, напрямую скажут, да, блядь, Блэк Раша, вы нас заёбываете, ёпта, поэтому мы будем вас дудой. Опять же, тут я не на чьей стороне, но Сантропе в данном ключе выглядит максимально, вот прям максимальным образом подозрительно. То есть, ну, в самом деле, я бы на месте Сантропе и на месте вообще всех вот этих вот самп-ютуберов, либо там, знаете, выпустил какой-то видеоролик, или там выпустил бы какой-то свой пост, в котором вот разъебал все эти штуки, там, привел какие-то контр-аргументы и всё прочее. Либо же, как делают там самп-ютуберы, когда на них выходят какие-то разоблачения, либо же, как делают там все вот эти вот прочие чуваки, я бы просто отмолчался и всё. И все бы такие забыли, типа, ну, блядь, ну, дудосят Блэк Рашу и дудосят, ёпта, пусть они там на новое оборудование переезжают, тратят на это там все свои вот эти вот деньги и так далее. Ну, как-то так всё это происходит. И по итогу, что я могу сказать? Вот сейчас у нас какое число? Ну, около там, 10-го, 11-го, может быть, 12-го. И Блэк Раш на момент 10-го, 11-го, тире 12-го в официальном мониторинге лайфмобайла, ну, чё-то немного, знаете ли, прилегла. Прилегла и лежит, потому что там 0 из 4 тысяч. Вот как было в моём предыдущем видеоролике, в котором я рассказывал про весь этот дудос, про весь этот пиздец, про весь этот бред и про все прочие штуки. Как она там прилегла, так она тут легла и как бы вот лежит, и ей вообще как бы всё заебись, ей всё нормально, её ничего не колышет и вот всё-всё-всё прочее. Это всё выглядит очень подозрительно, очень странно и тут, знаете ли, доверять какой-то из сторон, ну, максимально опрометчиво. Но лично для меня, лично для меня намного убедительнее выглядит Блэк Раша. Да, возможно, они там предоставили не особо много пруфов, да, возможно, там ещё какие-то вещи, но в целом, если так посудить, ну, кому это ещё нужно-то? Если не Сантропе и не Барвихе, я абсолютно точно никого не обвиняю во всём этом, тем более, что это преступление, как бы вы сами должны это понимать. Я не обвиняю никого в этом, я просто предполагаю, как обычный человек, что в самом деле, если кто-то и мог бы дудосить, то дудосил бы, наверное, Сантропе с Барвихой, но это типа одни и те же сервера, вот. Вот, и поэтому, ну, я всё, я больше даже не знаю, что тут можно сказать, вы можете поделиться своим мнением в комментарии, многие там уже пишут, что какие-то сервера Блэк Раш работают, какие-то сервера прилегли полежать отдохнуть, и непонятно вообще, чем всё это по итогу закончится. Вроде как они сейчас переезжают на новое оборудование, на момент, когда выйдет данный видеоролик, вполне возможно, что они уже переехали на новое оборудование, и всё у них замечательно, круто и вообще замечательно. Поэтому, что-то определённое тут сейчас говорить, давать какие-то прогнозы по поводу того, там, что будет с Блэк Рашей, или что-то там потом будет с Сантропе, возможно, сейчас Блэк Раша встанет, и они такие типа, блядь, ну мы чё-то хотим, знаете ли, поиграть в обратную сторону и подудосить немного Сантропе с Барвихой, вот тогда уже будет интересно, вот тогда будет, знаете ли, увлекательно. А это были конфликты GTA Samp проектов, только на моём канале, у мистера Алана, или там, знаете ли, у Така Samp, или там у прочих каких-то вот этих вот мобильных чуваков, вы такое не увидите, только у меня самое лучшее, самое постоянное, самое объективное и неподкупное разборы конфликтов GTA Samp-овских Android серверов, вот. Всем спасибо за просмотр, хотя нет, ещё не спасибо, я играю на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP данного проекта, он находится как бы в описании, и там же в описании данного видеоролика есть ссылочка на мой телеграм-канал, туда вы тоже можете зайти, и там тоже вы можете много чего узнать для себя, но там выходят мои подкасты, там выходят какие-то мои прочие вещи, в общем-то заходите туда, ознакомливайтесь со всей информацией, и всё у вас будет хорошо, а также замечательно. Всем спасибо, всем до свидания, хотя мы тут увидимся ещё завтра в 20.00, ну, не важно.